Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Да, мы переехали, как вы уже многие догадались. Сейчас вам всё расскажу и в этом влоге попытаюсь вам рассказать, сформулировать правильно, как ставить правильно цели. Потому что вы просили это видео, будем делать. Кошак решил присоединиться к нашей беседе. Бедный, он тоже был в шоке. Мы продали свою квартиру. Я вам начала снимать, кстати, влог на старой квартире, но куда-то у меня эти ролики делись. Удалила, наверное, случайно. В общем, девчонки, мы в конце лета, в конце августа выставили свою квартиру на продажу и подбирали варианты. Уже искали другую. Искали рядом, в соседних домах, потому что мне этот район нравится, вторичку, естественно. И через два месяца, в конце октября, мы нашли покупателя на свою квартиру, заключили договор и так далее. Если какие-то вопросы там у вас будут по вот этим вот покупкам, продажам и так далее, задавайте под видео. Я обязательно потом сниму вопрос-ответ и расскажу вам поподробнее все, что вас интересует, потому что сейчас могу что-то забыть и так далее. И стали экстренно... Нашли покупателей, стали экстренно подбирать квартиру, посмотрели на районе все квартиры и остановились вот, собственно говоря, на этой, в которой я сейчас нахожусь. Мы жили в однокомнатной квартире, кто не знает. Квартира моя была, в собственности у меня. Я ее купила до брака. Точнее, мне сестра помогла ее купить. Вот. И мы нашли, мы смотрели, хотели, конечно, трешку. Хотели трешку, пусть даже подороже, но вариантов было очень мало. Однушки быстро расхватывали, трешки не появлялись. Много двушек, не переделанных в трешку, а как бы складовой с третьей темной комнатой. Вот, собственно говоря, мы такую взяли. Их несколько было, но наша квартира, она по ремонту самая чистая, самая хорошая. Окна выходят на детскую площадку, которую я вам уже давно говорила. У нас сейчас ремонтируют и будет комплекс. Я могу Ксюшу отпускать, как бы из балкона за ней следить. Вот. У нас теперь не лоджия, правда, а балкон. Дом немножко другой. Дом прям соседний с нашим. У нас теперь балкон, который отделан полностью. Единственная была квартира с отделанным балконом, утепленным. Жалюзи на нем висят. Хороший, новенький, замечательный. Все остальные квартиры были без отделки и балкона. То есть там даже пластикового кокона на балконе не было, и они были дороже причем. Вот. А это и по метражу больше. И у нас, получается, три комнаты. У нас зал, из которого выходят две комнаты. Я почему не делаю вам рум-тур, не показываю, но потому что, ну, не очень, скажем так, евро-ремонт. Да, мы все будем делать потихоньку. Я вот сейчас жду ремонтника, хочу начать с ванной, санузел первым делом сделать. Да, потом потихоньку все остальное. У нас, получается, детская с этой стороны. Там сейчас крестюшка. Зал с балконом, там кухня. Она уже побольше. Тоже потихоньку все будем отделать. Сейчас, конечно, все жутко дорого. И вот тут из зала две комнаты выходят. Детская и темная комната, без окон. Там будет у нас спальня с мужем. Там сейчас стоит наш диван. Он туда вместился. Туда еще вместится комодик какой-нибудь или шкафчик, не знаю. И мы на стену повесим телевизор, как бы, что нам надо. Потому что в зале я жить больше не хочу. Дети будут в детской, мы будем в темной. А зал будет зал, грубо говоря, да. О чем я и мечтала. Можно было купить двушку побольше метражом. Но это опять двушка. То есть опять бы мы жили, получается, в зале. Хотя комната разделена, но все равно. Вот. Так, что вам еще рассказать? В общем, мы выбрали эту квартиру. Тоже внесли задаток. Начали все оформлять. Много всяких подводных ко мне. Ко мне, конечно, я все делала это с риэлтором. По знакомству с очень хорошим. Мы попали на локдаун. Потом продавец вот этой квартиры не захотел одновременно заключать сделку. И все это затягивалось, затягивалось, затягивалось. Это было столько нервов. Это было столько слез. Это невозможно просто. И вот этот последний месяц, видео все, я практически в одной одежде. Потому что я собрала все вещи. И мы на вещах где-то две недели точно сидели. И оставила каждому по два комплекта одежды, грубо говоря. Поэтому я там все время или в одной кофте, или в другой. Потому что все остальное было собрано. Это было очень нервно. Это было очень тяжело. Сегодня вот я поеду уже ставить штамп в паспорте о регистрации в новой квартире. Все, нас зарегистрировали. Всех оттуда мы выписались. Ну, в общем, вот так вот, девчонки. Что вам еще по этому поводу рассказать, не знаю. Теперь про цели. Если какие-то вопросы возникнут, пишите. Я на все отвечу. Про цели. Я вам обещала про правильную постановку целей. Два года назад я себе поставила цель купить квартиру. Купить квартиру больше. И как бы вот прошло два года, и цель моя превратилась в реальность. Я не буду называть это мечтой, потому что если вы правильно мечтаете, это уже не мечта, а цель. Как нужно правильно ставить цели? Во-первых, вы должны прописать. То есть каким путем вы достигаете. Это важно на самом деле. Потому что вот у меня получилось, да, вот таким вот путем. Если бы я не забеременела, я купила бы квартиру раньше, потому что я работала в ковидном госпитале, там хорошая зарплата. Я купила бы, возможно, квартиру раньше, купила позже. Это к разговору о том, потому что был один комментарий, кто-то особо одаренный, написал, что я родила второго ребенка, чтобы получить материнский капитал, как бы расшириться. Девчонки, если бы осталось работать в ковиде и не забеременела, я бы купила квартиру раньше, купила квартиру больше. И дороже, и лучше, скажем так. Что там материнский капитал, сумма, что ли, большая? Вот. Поэтому вы, когда ставите для себя цель, вы обязательно прописываете, каким путем. Допустим, я хочу купить машину красную, такой-то, такой-то марки, без ущерба, для своей семьи или родственников. Потому что, знаете, как я хочу машину, а можно написать даже не купить, а просто я хочу машину. Вам достанется машина в наследство, не дай бог, кто-то там вот, вы поняли меня, да, потому что к своей цели можно идти разными путями. Важно вот эти все нюансы прописать, и их понимать, каким именно путем. Допустим, вы хотите ребенка, но у вас нет мужа, да, у вас цель хочу ребенка. Значит, нужно как-то сначала выстраивать ее так, что я хочу выйти замуж, создать крепкую семью, жить в просторной квартире, в просторном доме, и чтобы у меня был ребенок. В общем, вот эти все нюансы, девчонки, в постановке любой цели, они очень-очень важны. Потому что вселенная нас слышит, она нас слышит. Но если вы ей недосказали, то вы можете достигнуть своей цели очень нехорошим, не то что нехорошим путем, а не тем, каким бы хотелось. Возможно, в ущерб своей семье или так далее. Потому что, ну, по-разному бывает. Допустим, хочу жить счастливо, хочу быть любимой, счастливой. А они прописали, что хочу быть с мужем, и тут бац, у вас случается такая какая-то кризисная ситуация, и вы разводитесь, и вы переживаете сильно, и вы будете счастливы, но потом попозже. Поэтому вот хочу быть счастлива и любима со своим мужем, со своими детьми. Вот это вот все-все-все надо прописывать. Вселенную слышал, хочу быть счастлива. Ага. Сейчас вот она несчастлива, она ругается с мужем, надо их развести. Вот понимаете, вот это вот все нужно обязательно учитывать. Все, каждый нюанс просчитываем. И цель – прописываем сроки. Прописываем сроки у меня, кстати, по-моему, был до 22-го года. Срок, я успела, я прописывала так. Желательно визуализировать, нарисовать от руки. Можно на компьютере и распечатать, и повесить, да, то, что вы хотите. Прям вот именно то. И думать об этой цели, продышать ее, да. То есть, допустим, вечером ложитесь спать. Пусть не каждый вечер вы представляете, что вы уже живете в новой квартире, вы уже ездите на новой машине. Вы представляете обязательно эмоции, какие вы испытываете. Это тоже очень важно, вот именно вот этот эмоциональный фон. Вы ходите, вы представляете, что вы счастливы и так далее. Если опять будет посыл с какими-то негативными эмоциями, либо это не произойдет, либо действительно будет с негативными эмоциями. Зачем вам это нужно, грубо говоря? Ой, я сейчас про негативные эмоции вспомнила. Как мы переезжали, девчонки. Это вообще, конечно, соседний дом. Мы наняли грузчиков с 4-го на 4-й этаж. Это был трэш. Мы неделю разбирали вещи. Но сейчас вот более-менее обживаемся, все нормально. Вот. Так, дальше. Визуализировали, прописали себе все. Цель должна быть реальная. То есть, там, вы по финансам можете, допустим, потянуть двушку или Киария, а загадываете, там, хочу себе Бентли. Ну нет, конечно. Цель должна быть реальная. И она должна быть достижима. Вы должны четко понимать, что в эти сроки, если вы немножко поднапряжетесь, а может, и не немножко, вы ее достигнете. Да? Так, дальше. Сроки поставили. По рамкам определились. Так, что дальше у нас с вами, девчонки? Мы должны что-то делать для этой цели. То есть, если вы поставили себе целью покупку новой квартиры, значит, вы залезаете на ЦАН на Авито, на какие-то другие сервисы и смотрите. Подбираете варианты. То есть, вы должны начать что-то делать, чтобы, опять же, Вселенная понимала, что вы не просто «хочуха», а вы готовы что-то делать. Вы должны парочку вариантов, хотя бы, которые вам понравились, съездить и посмотреть. Пусть вы не собираетесь завтра покупать квартиру, но вы пошли по этому пути уже, и Вселенная, она тоже это все видит. Ага, вот, она действительно хочет, она что-то для этого делает, нужно-ка ей помочь. Да? Она стремится. Или он, да? Машину. Съездили на тест-драйв, взяли тачку, которую вы хотите купить, покататься. Сейчас же есть тест-драйвы. И нет тест-драйва, значит, просто посидели в салоне, в салоне, в автосалоне, посидели в салоне машины. Посидели, посмотрели, потрогали, сфоткали, может быть, если дадут фотку себе, распечатали, повесили и так далее. Это вот материальные покупки, там, что касается какой-то эмоциональной сферы, да, допустим, хочу быть счастливой, хочу выйти замуж и так далее. Здесь тоже нужно приложить усилия, возможно, поработать над собой, поработать над своими мыслями, проблемами, затычками, стопор у некоторых стоит на какие-то эмоции. Нужно всё это в себе разобрать, кроме как вы себе сами, никто вам больше не поможет. Нужно покопаться в себе и поработать над собой, если вот что касается таких вот желаний всяких эмоциональных и так далее. По поводу семьи опять, вот я хочу, допустим, выйти замуж, да, но когда мне кто-то на улице делает комплименты, я прям вся такая смущаюсь и не могу их воспринимать адекватно или краснею, или внутри меня ставит стопор. Конечно, вселенная скажет, что она на комплименты так реагирует, какой ей муж, ей не надо, ей одной лучше, да. Она, вон, как вся зажимается, она не хочет этого, зачем ей это? Если вам сказали, вы должны это принять как должное, да, это вот такой пример тоже маленький, принять как должное, пропустить через себя, да, я такая, да, я заслуживаю, да, я такая, я заслуживаю внимания, я заслуживаю быть счастливой, я хочу и я буду, да. То есть вот эти все свои внутренние стопоры убираем, страхи, страхи тоже очень сильно мешают, вселенная опять смотрит, ага, она боится, зачем я буду создавать, ей дискомфорт, если она боится. Если она боится переезда, ей тяжело, она это все не продумала, она думает, как же она переедет, ей страшно от этого, я не буду ей тогда делать переезд, пусть она лучше живет так, зачем я буду человеку создавать дискомфорт. Поэтому все свои страхи убираем тоже, абсолютно все свои страхи, работаем над ними, убираем, визуализируем, представляем только положительные эмоции. Тогда вселенная идет к нам навстречу и все получится. Вот такие вот простые моменты, интернет пестрит просто слайдами, видео о том, как правильно ставить цели, это все можно найти по пунктам, да, я сейчас не буду тавтологией заниматься. Я вам рассказала именно те ключевые моменты, которые могут стопорить вас на пути к вашей мечте, которая должна стать целью, да. И мы прописываем с вами как еще, в настоящем времени, я не хочу, я имею или я покупаю, нет, я купила квартиру трехкомнатную в 2021 году в таком-то районе за такую-то сумму денег или разброс там суммы вместе со своей семьей, без ущерба для финансов семьи, без ущерба для моих родных и близких, комфортно, легко заключила сделку, то есть вот это вот все мы с вами прописываем, понимаете, да, в настоящем времени. Я вышла замуж в 2022 году летом за прекрасного человека, который меня любит, выйти замуж тоже можно из идиота, простите, да, желание должно быть развернутым, понимаете меня, за прекрасного любящего человека, который имеет хороший достаток, если вам это важно, да, который меня любит, ценит, который хочет вместе со мной детей, который помогает обустраивать мне быть, то есть вот эти все нюансы расписываем. Я вам сейчас приведу один пример из реальности. У нас, у меня есть знакомая девушка, девушка, причем такая в возрасте, она поставила себе цель «хочу дом», но у нее нет работы, она только в Фаберлик и начинает, то есть там заработок небольшой, это было два года назад тоже где-то, и вселенная, и люди умные ей сказали, что какой тебе дом? На пять тысяч в месяц заработок, какой тебе дом? И она поставила другую цель «хочу выйти замуж». В течение года, даже, мне кажется, в течение месяца восьми она выходит замуж, а ей лет по пятьдесят уже, она выходит замуж, находит себе прекрасного мужчину, он покупает им дом, они живут в доме, он ее обеспечивает, она занимается Фаберлик, радуется жизни. Ставьте цели правильно. Крестюшку из детской извлекла, обязательно скоро вас с ней познакомлю. Мы уже большие, да, мы уже большие, мы уже большие, обязательно скоро вас познакомлю, может быть, даже буду вести, не знаю, в Инстаграм девчонке мамский какой-нибудь блог, подумаем, мамский будни. Так что подписывайтесь, кто не подписан еще на Инстаграм. Так что вот так, мои хорошие, в общем, мы переехали, мы получили ключи, и в этот же вечер, в семь часов вечера, мы встретились, получили ключи, сейчас электронные сделки, все, конечно, здорово, быстро, и до двенадцати часов мы переезжали, то есть нам с соседнего дома, но он вообще рядом мой дом, вот он сбоку, соседний дом, да, только у меня окна выходили не на детскую площадку, не во двор, а туда, на котельную, на садик. А сейчас у меня окна выходят на детскую площадку, как я мечтала, как я хотела. Все отлично, все замечательно, будем потихоньку делать ремонт, если вам эта тема интересна, тоже буду ее вам снимать, рассказывать, еще обязательно вам отсниму, как мы украшаем квартиру. Сейчас жду Сазона Шары на елку, и все вам покажу, все вам расскажу. Переезжали очень тяжко, переезжали муторно, сначала Крестюшка испугалась новую квартиру, но потом успокоилась, потом она легла спать, и там грузчики все носили, мы ее в темную комнату положили, спать она спала, все нормально, и кот испугался, девчонки, кот орал дурниной просто. Я его носила на руках, наверное, час, Ксюшка его берет на руки, Женя там на квартире как бы вещи отдает, я здесь принимаю. Ребята грузчики такие молодцы, тоже попались, они прям ставили мне все, куда я скажу, куда мне надо. До 12 часов ночи носили, в общем, кот орал дурниной, я его на руках ношу, Ксюшке тоже на руках орет, я его беру, глазу ношу, у меня он не орет. Успокоила его, он обстановку разведал, сейчас у него красота, живет вольготно, во всех комнатах валяется, где хочет, все у него замечательно, счастлив. Так что вот такие дела, мои хорошие, мы переехали, наконец-то разобрали вещи, я созрела вам все снять. Смотрю там в комментариях, кстати, когда первый раз сняла видео, распаковку Василек возле той стены, набросились прямо на девчонку, она меня поздравила с новосельем, я просто ответила как бы спасибо, не стала ничего рассказывать, потому что нужно было собраться с мыслями, чтобы вам все это дело отнять, да, смотрю, там на нее народ набросился, ну новая стена, ну и что, что значит новоселье, что поздравляешь, туда-сюда, Ирина, по-моему, девочку зовут, если смотришь меня, привет тебе, не обращай внимания на такие комментарии, вот. Да, некоторые девчонки уже поздравили, некоторые девчонки догадались, уже заметили, да, может я диван новый купила, кто знает, как бы, да, все возможно, да, мой шлеткий, да, и тебе теперь простор для ползания. Так что вот так, мои хорошие, мы, конечно, рады, мы счастливы, надеюсь, вы за нас порадуетесь искренне. Вопросы, какие остались, пишите под видео про цели, про квартиру, про покупки, про продажи и так далее. Я вас всех очень люблю, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok